Здравствуйте дорогие друзья, подписчики моего канала. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами как сделать вот такой барельеф цветка из гипсовой шпаклевки. Под барельеф стену необходимо тщательно подготовить. Как это сделать я рассказала в своем видео. Этот сюжет вы найдете на моем канале. По задумке дизайнера 3d визуализацию которого вы видите в гостиной предполагалось сделать барельеф цветка. Я разработала эскиз этого цветка, распечатала его в натуральную величину и закомпоновала на стене по проекту. Этот этап вы видите у себя на экране. Далее на обратной стороне эскиза я нанесла слой сепи. Это один из старинных методов переноса рисунка, которым пользовались старые мастера. На этом этапе мы делаем вроде копирки. Затем эскиз прикрепляем обратно на стену и карандашом переводим рисунок. Далее на места где будет создаваться цветок наносится специальный акриловый грунт на основе кварцевого песка. Это создаст шероховатую поверхность для лучшего сцепления материалов. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на организацию рабочего места художника, создающего барельеф. Как видите, обязательно должен присутствовать осветительный прибор и имитировать то освещение, которое предполагается при использовании помещения. В моем случае это люстра в центре гостиной и естественное освещение с окна в дневное время. Начинать работу необходимо с дальних планов. Они создаются небольшим рельефом, а передние планы более выступающие. Как это сделать, речь пойдет далее. Для начала нам понадобится гипсовая шпаклевка, вода, мерные ложечки, перчатки, шпатели, мастихины и скульптурные стеки, петли разных размеров и форм. Берем половинку резинового мячика и разводим в нем гипсовую шпаклевку один к двум. То есть наливаем одну часть воды и добавляем две части шпаклевки. Тщательно перемешиваем материал и оставляем на три минуты. Резиновый мячик очень удобен в использовании, так как засохший гипс из него легко удаляется. Через три минуты шпаклевку еще раз перемешиваем и материал готов к использованию. Далее начинаем формировать первый тонкий слой барельефа с помощью мастихина. В процессе работы необходимо следить за сохранением контуров рисунка и старайтесь тщательнее прижимать шпаклевку стене, чтобы сцепление материалов было крепче. Центр цветка, который будет самым выступающим, можно набирать слоем больше. Посмотрите, как я формирую этот первый слой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 барельеф просушиваем не менее суток то что должно получиться на этом этапе вы видите у себя на экране далее нам понадобится брусок для шлифовки сетки шкурки ножницы и набор инструментов для резьбы по дереву берем брусок для шлифовки натягиваем на него сетку и начинаем шкурить все выступающие детали барельефа этот инструмент помогает вывести рельеф в одну плоскость и сделать более точные линии по краю затем рисунок барельефа уточняем резцом далее отрезаем небольшой кусочек сетки для шлифовки и начинаем снимать излишки шпаклевки тем самым опять уточняем рисунок и рельеф и цветка на этот слой наносим пропитку глубокого проникновения она удаляет пыль и укрепляет гипсовую шпаклевку по инструкции пропитка просушивается не менее часа затем наносится следующий слой гипсовой шпаклевки создавая тем самым еще больший объем на переднем плане последите за моей работой без комментариев гипсовая шпаклевка это да гипсовая шпаклевка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В менее доступных местах используем скульптурные петли. Когда шпаклевка немного подсохнет, торабатываем барельеф ножом для резьбы по дереву. Субтитры сделал DimaTorzok Этот слой опять просушиваем не менее суток. Далее бруском для шлифовки выводим рельефы в одну плоскость. Снимаем излишки шпаклевки, уточняем линии. Не забывайте о средстве индивидуальной защиты – маске от пыли, так как гипс вдыхать очень вредно для здоровья. Затем отрезаем небольшой кусочек сетки для шлифовки и опять шкурим барельеф. Стараемся на этом этапе удалить все неточности, ямки и глубокие царапины. Затем отрезаем шпаклевку. Затем отрезаем шпаклевки нулевого размера и начинаем выглаживать готовые детали. В этот момент необходимо шлифовать все неточности, ямки и мелкие царапины. Далее на готовые детали цветка наносим пропитку глубокого проникновения. Вот что должно получиться на этом этапе. Теперь можно зашпаклевать все оставшиеся неточности, отработать все стыки и соединения, ошкурить и еще раз пропитать. Готовый барельеф покрываем грунтом с помощью валика из поролона. И на последнем этапе наносим белую матовую краску по всему барельефу. Когда барельеф был готов, специалисты по нанесению декоративных покрытий нанесли по всей стене декоративную штукатурку с перламутровым блеском. Это подчеркнуло матовый объемный цветок. Результат вы видите у себя на экране. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Желаю всем творческих успехов! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok